Сейчас я вам расскажу, что будет в новой серии сериала Стамбульская невеста. Не забудьте поставить лайк нашему видео. Пока у Суреи проблемы дома, Ипек говорит, что ее тоже обманули и забыли. Сурея становится еще скучнее. Самая большая поддержка Суреи исходит от его матери Эсмы. Его тетя Эдилара, с которой у него были проблемы в музыкальной школе, принимают оправдание Фарука как уважительное и просят его простить. Осман сейчас занят подготовкой к предстоящей свадьбе. Приглашения, свадебные платья, свадьбы и украшения для дома начинают нервировать Османа. Осман сам приносит его Адаму и приглашает его на свою свадьбу. Гари проследует дело о новом муже Сирены богаче, он рассказал женщине о том, что нашел. Хотя Сирена была замужем всего 13 дней, она поняла истинное лицо этого человека, когда муж попросил ее выступить поручителем в бизнесе, который он собирался основать. Он рассказывает об этом Гарипу, и тот, как адвокат, убеждает мужчину развестись с Сиреной и подписывает протокол. Пока Эсма открывает сундук, в котором дети хранили свои старые вещи, она вспоминает горящую колыбель и грустит. С ним в этот момент также находится Гулистан, и он испытывает угрызение совести за то, что же колыбель. В то же время Эпек вместе со своей матерью на лужайке особняка строит планы, как отстранить Эсму от поста президента ассоциации. Это слишком для Гулистан, и она в слезах признается госпожа Эсме. Когда Адам говорит с Диларой о рождении ребенка, она собирается с духом и идет навестить свекровь. Как она и ожидала, ее встречают оскорблениями и обвинениями, но по мере разговора Диляры женщина смягчается. Дилара просит его лечиться. Госпожа Эсма очень рассержена тем, что Эпек несет ответственность за сожжение колыбели и что он и его мать планируют свергнуть ее. После ужина, на котором присутствовали все, и на котором всплыли детские воспоминания, госпожа Эсма прощает Гулистан и ее мужа, очень медленно разговаривая с Эпеком. Бурджу мне никогда не нравилось, не нравились основные причины, по которым она хотела быть с Эсманом, но в последнее время Эсман тоже не был белым, он шел на свадьбу буквально с неохотой. Бурку уже заметила это нежелание и попыталась уйти, но она пошла и снова уговорила девушку, в чем была необходимость. Потом, пока печатались приглашения, приводился в порядок дом, а Бурку вел себя как маленькая сирена, Эсман вечно попадал в неприятности, но ему так не хватило смелости закончить эту работу. Вдобавок ко всему, его исчезновение за несколько часов до свадьбы, суета дома и неконтролируемое беспокойство на лицах тех, кто ищет Эсмана, скрыть эту ситуацию от Бурку не удалось. Бурджу приняла самое смелое и правильное решение в своей жизни и дала ответ за свадебным столом. «Только потому, что мне не нравится Бурку, я не думаю, что она должна терпеть глупости Эсмана, никто не настолько бесполезен, чтобы жениться на ком-то, у кого панические атаки и кто прячется в рощах, чтобы жениться на ней, и даже ни одна невеста не является роботом. Я надеюсь, что с этого момента им больше не придется проходить через процесс примирения, и желаю счастья им обоим. Конечно, мне бы хотелось поделиться некоторыми свадебными сплетнями. Во-первых, мне понравилось, как оформлен особняк, настолько все было романтично. К сожалению, это не то, что запомнят гости. Первый шок гости, наверное, испытали, когда мама невесты начала петь с микрофоном в руке, еще до того момента, как невеста сказала «нет». Тот факт, что родственник такой женщины, как Исмабаран, был именно таким человеком, вызывал в обществе пересуды как минимум полгода. Мне лично Сирена очень понравилась, и голос, и она сама прекрасна. Мне бы хотелось, чтобы он и впредь выступал на благотворительных балах ассоциации. Фарук выздоровел и вернулся домой. Сюрея крутилась вокруг мужа. Вскоре после этого гости пришел на собеседование от имени кейтеринговой компании и, приложив некоторые усилия, получил работу. Увидев Гозди, беспокойство Суреи по поводу женщины возросло. Бывшая жена Гарипа вышла замуж за маленького мальчика. Отчасти она сделала это для того, чтобы вызвать ревность у бывшего мужа. Фарук, обеспокоенный ситуацией, попросил Акифа поговорить с Гозди. С Энем, услышавший телефонный звонок, сошел с ума, думая, что его обманули. Пока она шпионила за Акифом вместе со своей тетей и Диларой, Сурея была сбита с толку, когда увидела, как он встречает Гозди. Он подошел и спросил Фарука, кто такой Гозди, говоря. Фаруку пришлось признаться. Сурея был опустошен. Беременная девушка была опустошена. Мне понравилось, как рассказывалось о браке Сирены, который взорвался в доме, как бомба, и я действительно вспомнил, почему я любил Брайт из Стамбула. Вам не кажется, что эффект молодого и красивого богача, он же Бо, Нагарипа и жителей особняка был чрезвычайно приятным? Разве мы не заметили ясно, но далеко не дидактично грозя пальцами, двойные стандарты нашего общества, которая говорит, давай, тренируй, мужчинам постарше, находящимся с молодыми и красивыми женщинами, когда женщина попадает в такую же ситуацию. Гарипу, который стоял перед ним и говорил, он вырос в наших руках, Сирена сказала, я тоже выросла в твоих руках, как быстро ты забываешь, что я все время позади тебя. Ладно, есть вероятность, чтобы окажется мошенником, но давайте не будем отвлекать нас от темы. Какова была реакция жителей особняка мужского пола, которые падали из окон и дверей, когда Сирена приходила домой, на женщин, которые также смотрели на богача, когда он приходил домой? Я хотел спросить, как это происходит. Я подошел к экрану. Как сказала Сирена, будет ли жизнь всегда благоприятствовать мужчинам? Конечно, нет. Если мы критикуем какой-либо вопрос только потому, что это делает женщина, и если мы даже рта не открываем, когда мужчина делает то же самое, пожалуйста, вздрогните и опомнись. Давайте поговорим о мускулистом и напичканном белком богаче и османе, который является его полной противоположностью. Надеюсь, что почти нулевое внимание Бурджу к ее желаниям во время планирования свадьбы станет для нее предостережением отказаться от этого брака. Свадьба это день невесты, и я понимаю, что ее желанием в какой-то степени уделяется приоритетное внимание, но я думаю, что игнорирование Бурджу того, что думает Осман даже о малейшем приглашении, говорит нам о Бурджу. Кстати, мой любимый момент в этой серии был, когда Осман увидел богача, который начал заниматься спортом в саду, и отправил Сурее сообщение, в котором говорилось, Сурее, ты должен это увидеть. Человек, которому мы звоним по телефону и говорим, вы должны это увидеть, когда видим что-то очень странное, на самом деле является самым ценным человеком в нашей жизни. Знать друг друга, любить друг друга, говорить, я не смог бы пройти это без тебя, это предложение включает в себя все. На этом наше видео Стамбульская невеста закончилось. Не забудьте подписаться на мой канал. Увидимся в следующих видео, пока.